Наши чиновники обходятся бюджету в 20 раз дороже, чем американские. Такие данные появились в сегодняшней комсомольской правде. На нужды собственных бюрократов Россия тратит 186 миллиардов рублей в год. Сегодня мы имеем больше полутора миллионов чиновников. Вот в США аналогичная графа бюджета 638 миллионов долларов. То есть на одну американскую голову приходится 2 доллара. То есть за чиновника гражданин платит 60 рублей в год. А мы примерно полторы тысячи. Однако американцы все равно говорят, что дорого. В Европе, правда, дела еще хуже даже, чем у нас. Там налогоплатящий отстегивает на содержание чиновников в среднем 100-200 долларов. А сколько вы готовы платить за задержание чиновников? Посмотрим, как распределились голоса нашей страницы в Фейсбук. Подавляющее большинство готовы платить, как американцы, 2 доллара. И меньшинство проголосовало за то, чтобы оставить нынешние выплаты примерно в полторы тысячи рублей. И довольно много людей проголосовали за вариант, а сколько надо платить, чтобы не брали взяток. Кстати, я надеюсь, что буквально через минутку мы получим ответ на этот вопрос. Но прежде посмотрим, как идет голосование на нашем официальном сайте tvrain.ru. Ни копейки, так каждый второй ответил. Ну и только 13% проголосовали за то, что готовы отдавать ровно столько, сколько понадобится, чтобы не брали взяток. А сколько надо, собственно, с этим вопросом мы сейчас обратимся к главе Национального антикоррупционного комитета Кириллу Кабанову. Кирилл, добрый день. Есть ли такие подсчеты? Какая минимальная сумма для того, чтобы взятки прекратились? Ну, на самом деле, вы не в системе корректа ставите вопрос. Я сказал, это же вина, это непонимание вопроса. Дело в том, что в России человек, что в синовник, это функция. Функция государства. Он выполняет функцию государства. Так вот, из доклада Алексея Кузнецову президенту, который был не так уж давно, ясно, что у нас 1800 избыточных функций. Избыточных. А это десятки и сотни тысяч новых. Так вот, в Сингапуре, чтобы было понятно, помните, в Сингапуре легал президент, ему так понравилось лиционное правительство, да, все. Там всего 500 функций государства. У нас 1800 избыточных. 800 дублирующих. А вот мы платим за то, что чиновники, чиновники, пользующими функциями, они дают коррупционные условия. Ну и еще кирилл из бюджета, порядка 300 миллиардов, это коррупционный рынок, да, на откатах. Они создают специальные условия, чтобы считывать не просто зарплаты. Поэтому, если мы, в общем, реально, а у нас попытки комиссарного реформы было три, и если мы реально, как в Сингапуре, выстроим систему, когда чиновник зависит прежде всего от соцпакета и нормальной заработной платы, то нам придется их сократить, но я думаю, раз в то. А сколько конкретно каждый гражданин в таком случае будет платить на содержание чиновничьего аппарата? Я думаю, что не больше, чем в Сингапуре. Два доллара? Ну, то есть то, что выбирает большинство наших зрителей. Да, да. Спасибо большое, Кирилл 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 Кабанов, глава Национального антикоррупционного комитета. С нами на связи. Я с вами прощаюсь. Ну, я с вами прощаюсь.